доброе утро уважаемые коллеги приветствую вас на сестринской секции городе самара и очень хочется спасибо сказать руководителям которые организовывали десятую всероссийскую конференцию противоречия современной кардиологии спорные вопросы спорные нерешенные вопросы и включили в состав своей конференции сестринскую секцию которая всем нам необходимо и я считаю что сестринские доклады они и обмен опытом они дают для нас огромную подпитку и обмен мнениями которые нам необходимы и важны в нашей практике поэтому первый доклад у нас по программе заявлен из города кемерово и я представляю вам медицинскую сестру кабинета реабилитации полковнику елена викторовну сообщением реабилитация пациентов после оперативных вмешательств в условиях комит 19 будьте любезны подключайтесь добрый день уважаемые коллеги меня слышно здравствуйте у меня доклад презентации на тему реабилитации пациентов после оперативных вмешательств в условиях по вид 19 кардиоревоскулярные заболевания остаются значимой проблемой здравоохранения большинства стран мира несмотря на существующий прогресс в области диагностики лечения и реабилитации сердечно-сосудистой патологии среди кардиологических заболеваний основное место занимает ишемическая болезнь сердца лидирующая по показателям смертности и инвалидизации трудоспособного населения физические тренировки и дыхательная гимнастика после коронарного шунтирования являются ключевым компонентом программы реабилитации пациентов с ИБС поскольку способствует улучшению прогноза повышению толерантности к физической нагрузке и улучшению качества жизни известно что существует обратная зависимость между чистотой и полнотой участия пациента в кардиореабилитации с одной стороны и ее эффектах с другой вот данные зарубежных российских исследований показывают что практически 50 процентов пациентов на разных этапах наблюдения нарушают рекомендации врача так в результате всего лишь 32 с лишним процентов получают шестинедельную реабилитацию а полную программу реабилитации проходит всего лишь четыре с небольшим процентом и таким образом вот в нашей в нашем учреждении научно исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в городе кемерово мы создали школу реабилитации которая начинается на самых ранних этапах это в реанимации блоки интенсивной терапии и постепенно переходит в общую палату на самых ранних этапах мы начинаем конечно же с дыхательных упражнений которые просто необходимы нашим пациентам в связи с особенностью то есть им проводится операция по вскрытию грудной клетки и естественно потом в процессе восстановления это вызывает очень большие трудности с дыханием и вот начинаем конечно же упражнения сначала лежа затем сидя как тоже позволяет состояние пациента и в дальнейшем в положении стоя и даже при ходьбе на первых этапах мы применяем сподручные средства это могут быть трубочки это могут быть шарики или бывают еще специальные тренажер дыхательные я в дальнейшем покажу на слайдах вот у каждого из этих средств есть свои плюсы и минусы трубочки мы применяем то есть могут быть самые разные это как коктейльные соломинки или более какие то длинные наподобие как вот капельницы их удобно применять для лежачих пациентов для того чтобы проконтролировать где у него вдох где у него выдох и что пациент сам понимал соотношение вот этого вот вдоха и выдоха которое очень важно на ранних этапах реабилитации и вот в реанимации блоке интенсивной терапии целью основной является конечно же активизация пациента оценить возможность перевода пациента на стадию интенсивной терапии в дальнейшем палату показать пациенту его двигательные способности профилактика лечения застойных явлений в легких профилактика тромбоэмболии и вот методы и средства которые применяем это конечно же упражнения для мелких и средних суставов дыхательные упражнения присаживание вертикализация дозированная ходьба и все это выполняется под контролем и с помощью инструктора особенно вот присаживание вертикализации дозированная ходьба это прям под строгим контролем выполняем некоторые пациенты у нас имеют довольно хорошую активность переносит хорошо нагрузку и поэтому их состояние позволяет нам применять даже вот такие тренажеры как показано этом слайде здесь тренажер с биологически обратной связью это позволяет оценить способность переносить нагрузку способность приспосабливать дыхание к изменению нагрузки и специалисты могут оценить по уровню чсс а д сатурации все эти показатели и также могут наблюдать после нагрузки его в течение хотя бы пяти минут как пациент все это переносит можно ли ему дальше увеличивать эту нагрузку на этом слайде представлены представлен пациент который с легкостью надувает шарик уже на вторые сутки сейчас я вам покажу это видео здесь стоит отметить то что вот данное действие у этих пациентов если все им правильно объяснить если он все правильно выполняет то это действие не вызывает у них усиление болевых ощущений в области швов но для этого конечно требуется тщательное разъяснение с помощью инструкторов врачей как правильно и безопасно безболезненно а все это выполнять а в общей палате у нас целью является лечение и профилактика застойных явлений в легких ускорение рассасывания инфильтрата в плевральной полости сохранить и по возможности улучшить подвижность опорно-двигательного аппарата а обучить пациента методики расширения двигательной активности профилактика тромбоэмболии и вот методами является конечно же продолжение дыхательной гимнастики дозированная ходьба комплекс упражнений в группе обучающие информационные лекции и вот здесь мы часто встречаемся с такими пациентами которые очень сложно переносят нагрузки и даже вот надувание шарика для них является очень сложной проблемой мышка у меня что-то не хочет показывать запустить не могу видео вот появилась сейчас покажу то есть вот это один и тот же пациент как на вторые сутки так и на шестые сутки то есть вот он не может надуть шарик и на шестые сутки посмотрим вот точно так же у него шарик не получается надуть но несмотря на то что он не может надуть мы это действие используем как тренировку дыхательной системы то есть это применяем как один из способов на этом слайде у меня представим пациента которые с легкостью справляются с шариком как на шестые сутки так на одиннадцатые и точно так же вот на этих видео там им задается вопрос о том что больно ли им появляются ли усиливаются ли боли во время дыхания они все отвечают что нет переносят все это очень хорошо без каких-либо болевых ощущений вот можно посмотреть далее на этом слайде у меня представлен пациента который использует тренажер для дыхательной системы то есть здесь в этом тренажере шарик который поднимается и опускается в зависимости от вдоха или выдоха то есть при выдохе он поднимается и задача пациента удержать этот шарик или хотя бы его поднять и так и вот проблемы в реабилитации пациентов с которыми мы сталкиваемся проблема самая основная это непривеженность которая проявляется в виде забывчивости нарушение двигательного режима отказа от сотрудничества со специалистами по реабилитации непонимание простых инструкций забывчивость проявляется тем что они теряются во времени теряются в пространстве отделения забывают про рекомендации забывают даже прочитать рекомендации отпускают занятия искажают информацию и мы применяем способы решения следующие стены часы в каждой палате указательная система в коридорах отделения напоминания медперсонала особенно в блоке интенсивной терапии о том что необходимо выполнять реабилитационные мероприятия системы регулярных видео лекции брошюры с напоминанием применение электронных напоминающих систем здесь примеры нарушения двигательного режима такие как одни пациенты у нас почти не выходят из палат другие слишком много ходят ну а некоторые не выполняют дыхательные упражнения и прямо об этом заявляют и вот способы решения этих нарушений это выдача информационной литературы контроль и напоминаем персонала применение электронных напоминающих устройств отказ от сотрудничества со специалистами проявляется в том что они не выполняют дыхательные упражнения считая что еще рано с первых дней считая что все знают и умеют лучше специалистов и поэтому им выполнять все эти действия не нужно и вот часто мы слышим такие фразы как лечащий врач не назначил а хирург сказал лежать или это не серьезно я вам не верю что эти упражнения могут быть эффективными так вот способы решения вот этих проблем являются обучение пациентов в дооперационном периоде и тесное взаимодействие между всеми членами кардиореабилитационной бригады где лечащий врач и хирург должны знать о том что пациент отказывается от реабилитационных мероприятий и вот в связи со всеми вот этими вот проблемами когда пациента не выполняет наши рекомендации мы придумали для себя систему оценки приверженности пациентов реабилитации и мы разделили их на три основные группы то есть зелененькая такие которые активно участвуют желтые это не активное среднее выполнение и красненькие те которые отказываются от реабилитационных мероприятий критерии по которым мы их разделяли это следующие то есть в зеленую категорию активных вошли пациенты сотрудничающие с медицинскими специалистами то есть они стараются выполнять все рекомендации правильно правильно понимают и выполняют инструкции понимают методики и задают по ним адекватные вопросы в желтую категорию попадают те кто имеют некие поведенческие психологические физические когнитивные или иные расстройства и примерами могут быть такое как вот вместо выдохов дыхательную трубочку ну набирают воду в рот не останавливаются после выполнения рекомендованы нагрузки продолжают ее выполнять сверх меры или недостаточно и те которые провоцируют конфликтные ситуации между специалистами и пациентами рекомендации все равно не выполняют ну а в красную категорию вошли те кто отказывается от выполнения назначений прямо об этом заявляют отказываются от самостоятельного выполнения значений двигательного режима то есть могут как бы с нами позаниматься но сказать что сам я делать ничего не буду и вот что же нужно сделать для уменьшения количество пациентов отказавшихся от реабилитации или с низкой активностью это такой вот под итог конечно же обучать до операционном периоде брать письменное согласие до операции лечащий врач и хирург должны знать об отказе соответственно проводить соответствующие беседы лечащий врач должен направлять пациента к реабилитологу приобретение оборудования для дыхательных упражнений выдача информационной литературы применение электронных напоминающих устройств настенные часы в каждой палате просто необходимо многократное напоминание медперсонала особенно на время пребывания в блоке интенсивной терапии и реанимации система регулярных видеолекций и указательная система в коридорах отделения на этом слайде представлена информация о том какая же в среднюю категория пациентов попадает к нам на коронарное шунтирование и не думаю что на этом слайде стан стоит останавливаться подробно поэтому я дальше пролистну здесь представлена на мой взгляд более интересная информация о динамике приверженности пациентов после коронарного шунтирования вот мы проанализировали 75 человек и получилось что вот в первые сутки у нас приверженных активных пациентов всего 7 человек и отказывающихся то есть уже в первые сутки есть отказывающиеся это 6 человек а перед выпиской приверженных становится больше немного и также больше становится отказывающихся от реабилитации а на этом слайде представлена приверженность рекомендации за период пребывания в стационаре мы взяли посмотрели как же выполняют наши пациенты дыхательные упражнения из 10 рекомендованных сколько же они раз в день все-таки выполняют эту рекомендацию то есть всем дается одна и та же рекомендация и в результате после опроса мы получили что активные пациенты выполняют эту рекомендацию то есть выполнять 7 раз в день а отказывающиеся выполняют два раза в день дальше мы посмотрели что вот те же самые пациенты вот как на этой части слайда так и вот в этой части слайда это все одни и те же вот зеленая категория пациентов посещает занятия по лечебной физкультуре в среднем за период пребывания 6 раз 6 раз а отказывающиеся посещают занятия 7 раз за период пребывания как бы вроде как чаще ходят но мы посмотрели среднее количество дней пребывания в стационаре и увидели что наши приверженные пациенты то лежат у нас всего лишь восемь дней а те кто отказываются они лежат в нашем стационаре посмотрите в два раза дольше то есть они же получаются не ходят на занятия не выполняют рекомендации и лежат долго а активные пациенты они лежат мало скорее всего потому что они выполняют все рекомендации по занятиям выполняют дыхательные упражнения по данному наблюдению можно сказать что в связи с невыполнением самостоятельной рекомендации значительному большинству наших пациентов требуется постоянное присутствие специалиста для выполнения реабилитационных мероприятий в рекомендованном объеме однако на данном этапе в связи с ограничением кадровых ресурсов реабилитация применяется только однократно за день но более перспективным обеспечение приверженности лечению реабилитационным мероприятиям как на этапе стационара так и в амбулаторных условиях является возможность выполнения реабилитационных мероприятий под контролем специалиста несколько раз в день и вот хотелось бы дальше сказать еще что конечно среди наших пациентов попадаются сейчас пациенты с ковид инфекцией но как только выявляется подтверждается этот диагноз то их сразу же переводят в стационар по лечению данного заболевания и из нашего поля зрения они теряются но мы конечно же уверены в том что мы их обучили они знают все наши рекомендации знают особенности как им нужно выполнять правильно дыхательные упражнения и мы надеемся что они очень хорошо переносят такое заболевание потом восстанавливаются после выписки но статистики на эту тему у нас нет может быть в дальнейшем она появится у меня на этом все я благодарю внимание викторовна спасибо большое интересный доклад насыщенный цифрами я надеюсь что ваша работа лежит в основу вашей дипломной работы так как вы сучитесь на в сон правильно я понимаю да 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 ваше будущее направление развития спасибо еще раз большое отключайтесь мы вам очень признательно и благодаря представленный материал а в эфир я приглашаю моего сопредседателя шнэйдер валентину александровну валентина александровна главная сестра федерального центра кардиохирургии город калининград валентина санна пожалуйста принимайте принимайте эфир эфирную эстафетную палочку мы хотели бы поделиться своим опытом реорганизации деятельности младшего медицинского технического персонала в нашем учреждении которое мы провели в 2020 году и поделиться своим опытом со всеми вами наш центр был открыт 2012 году по помощи которая у нас связана была только сердечно-сосудистой хирургии в 2015 году нам будет дополнительный профиль еще по травматологии ортопедии показания высокотехнологичной медицинской помощи и соответственно по двум этим профилям у нас центр активно достаточно работает и оказывает помощь пациентам не только калининградской области но и других регионов нашей страны что касается возникновения и открытия вот этого отделения сервиса медицинской дезинфекции так мы его назвали идея такая пришла реорганизация в 2017 году и вот 2017 года по 2020 год мы проводили в этом плане работу то есть для чего мы это делали мы захотели оптимизировать существующую организационно-штатную структуру центра в связи с изменением организационных технологических условий труда повысить качество комплекса сервиса обеспечивающим медицинскую деятельность центра и повысить эффективность расходования бюджетных средств связи с тем что было нами сделано на стадии подготовки мы провели аудит расчет всех площадей которые закреплялись за персоналом исходя из метража и назначений разделили площади для механизированной ручных уборок провели хронометраж времени которые занимали эти уборки и провели хронометраж и нагрузку на персонал который у нас работает как по 8 часовому рабочему дню сменному графику 12 часовому и суточному графику работы далее что у нас было какое решение было принято по кадрам а также проведен анализ имеющихся штатных единиц в отделениях подразделениях центра анализировали перераспределение их функциональных обязанностей было принято решение о формировании нового отделения силами сотрудников диагностических служб коечных отделений лаборатории аптеки и хозяйственной службы также мы разработали положение отделения должностные инструкции для персонала и за три месяца до начала функционирования отделения сотрудникам были вручены уведомления об изменении условий трудового договора по причинам связанным с извинением организационных и технологических условий труда кадровый состав если мы посмотрим на таблицу в разрезе 19 20 годов в общем то тоже значительно существенно изменился что было сделано еще на стадии подготовки касающиеся помещения и оборудования то есть мы провели ремонт помещения для проведения централизованной дезинфекции выполнили комплектацию специализированным оборудованием и на сегодняшний момент то есть в таблице представлено и количественные единицы то чем укомплектовывались но у нас еще для до оснащения требуется закупка дезинфекционно-моечной машины для обеззараживания мойки дозебокса на сегодняшний момент эту функцию пока на себе несет центральное стерилизационное отделение они нам помогают но при закупке моечной машины эта функция с ссо будет снята что касается ставок и физических лиц что у нас было у нас было 70 с половиной ставок выведена из подразделений на этих 70 с половиной став у нас были задействованы восемь 65 физических лиц из этих людей восемь физических лиц мы перевели на отделение пищевого сейчас они там работают качестве кухонных рабочий рабочих и остальных сотрудников мы скомплектовали так скажем сконцентрировали в новое отделение сервиса медицинской дезинфекции далее мы их распределили на основные три блока это вывели из них из этого отделения сделали акцент на младшую медицинскую сестру потому что у нас имеется детское отделение и соответственно медицинским сестрам постовым палатным процедурным перевязочным им требуется помощь не всегда мамочки нам могут в этой помощи помочь поэтому была выделена и обучена младшая медицинская сестра которая помогает медсестрам в проведении всевозможных манипуляций далее отдельной группой вывели медицинских дезинфекторов они также прошли у нас обучение и вошли в состав медицинских работников то есть они не относятся к ни к уборщикам ни санитарам это отдельная группа основной функционал это подготовка рабочих дезинфицирующих растворов это проведение дезинфекционных мероприятий в очагах без привлечения сторонних организаций и разбор использованных тележек для уборки и в дезинфекции мойка комплектация и осуществление всего технологического процесса по очистке дезинфекции стирки мопа многоразовой ветоши но вот на сегодняшний день мы уже от многоразовой ветоши ушли и полноценно начнем так скажем жить только с одноразовой ветоши работать конечно с ними намного будет проще с 2020 года также у нас медицинские дезинфектора занимаются обеззараживанием мойка использованного оборудования это касается контейнеров швабры сборных липкостей и прочего оборудования и вторая группа она не подразделилась у нас на две подгруппы это люди которые занимаются исключительно уборкой текущей генеральной а также сменам сбором приемкой сортировкой нательного постельного белья они же проводят дезинфекцию предметов ухода и проводят посмертный уход вывоз отходов отделений из отделений до местных обеззараживания это все касается и функционала также из этой категории мы перевели на 8-часовой рабочий день людей которые занимаются исключительно транспортировкой наших пациентов так как интенсивность по оперативным вмешательствам достаточно высока они включены в рабочий процесс и обеспечивают помощь постовым медицинским сестрам рабочие помещения дезинфекторов на сегодняшний момент у нас разделено на три зоны в грязной зоне проводится за комплектация тележки там же взвешиваются мопы проводится их дезинфекция очистка и загрузка в стиральную машину там же проводится и дезинфекция использованного оборудования в условно на чистой зоне уже дезинфицированные простиранные мопы и ветошь загружаются в сушильные машины и вот в чистой зоне проводится разведение рабочих растворов просушивание инвентаря им костей тележек проводится их дальнейшая комплектация также идет там же пополнение со складом всевозможными средствами которые необходимы для работы средствами индивидуальной защиты в том числе и поэтому вот что касается уборок которые дальнейшем у нас проводится то люди задействованы на работе медицинские дезинфектора они в любой момент при необходимости нами задействованы при проведении заключительной дезинфекции сейчас в условиях пандемии вы понимаете насколько это актуально дезинфектора у нас выходит проводит обработку помещений мы выдерживаем экспозицию далее подключаются к работе уборщики санитара которые это помещение открывают проветривают и пользуясь бактерицидным облучателем они как бы проводят еще и обеззораживание воздуха далее что касается механизации ручного труда персонала так как уборочная площадь достаточно у нас большая то отделение сервиса медицинской дезинфекции нами было передано большее количество квадратных метров и порядка около 5000 квадратных метров было обеспечено нами заключено под механизированную уборку тем не менее мы посмотрели что время уборки при помощи средств малом механизации сократилась это очень большой плюс и в целом даже у нас по закупке моющих чистящих средств у нас сократился в четыре раза дезинфицирующих два раза с введением вот в работу этого отделения на данном моменте отделение сервиса и медицинской дезинфекции обеспечивать комплектации тележек в том числе и режимных отделений это первое второе реанимация за ноябрь и декабрь этого года комплектации будет подлежать и тележки касающиеся работы рентген хирургии и операционного блока рабочая документация нового отделения в общем то стандартная она ничем не отличается от других журналов и в отделениях да когда мы работаем единственное что для нас удобство вызвало мы ввели 4 позиции которые нам необходимо для проведения контроля журнала выдачи дезинфекционных рабочих растворов журнал учета заявок на проведение очаговой дезинфекции акта выполнения проведения очаговой дезинфекции их же если идет предписание мы прикладываем в папку документации для распотребнадзора и журнал приема и выдачи дези бокса поэтому мы тоже можно адекватно оценивать насколько грамотно персонал проводит обработку поверхностей стоили кратностью которая нами была с ними оговорена каждые два часа места общего пользования у нас обрабатываются каждому сотруднику выдается маршрутная карта персонально в зависимости от закрепленного участка и соответственно если сотрудник выходя на объект что-либо подзабыл в этой карте достаточно все просто выведена и они все это видят что им нужно сделать в какой последовательности и соответственно просто обвести кружоком галочку по привязанным в работе палатам либо изолятором либо помещений далее а конечно с персоналом приходилось очень много работать за весь этот период мы проводили с ними тестирование положительно к реформе у нас отнеслось всего 36 процентов негативно мыслили в отношении реформа 64 процента а чего боялись наши сотрудники они боялись потерять достойную зарплату они боялись что при переходе из отделения в отделение они не знают персонал который там задействован в работе не знают ни врачей ни старших сестер и докторов и соответственно они боялись что на их работу будет обижаться они поняли что появится отсутствие уважение к своему труду они боялись жесткости контроля за их работой и конечно уже очевидно было что за этот период пока центр функционировал проблемы выгорания у данной категории сотрудников были на лицо это были опоздания на работу час три чаепития возникали внутренние конфликты и в общем то в общем то проведение совместных совмещаний апробации которые мы запустили за полгода до начала работы нескольких отделений это коснулось диагностики первую очередь все за рабочая атмосфера и выплаты которые были сотрудникам своевременно обеспечены они рекомендовали себя положительно также персоналу было предложено выбрать удобный график работы должности пройти бесплатное обучение по нескольким должностям и четко разъяснено разграничение сфер деятельности мотивация сотрудников по основному принципу настроилась как по стимулам да так и по мотивам прекрасно понимаешь что люди не должны потерять заработной плате мы обеспечили им и компенсированные выплаты за работу выходные за сверхуручную работу если к нам сотрудники обращались за какой-либо помощью мы всегда не отказывали им в оказании этой помощи оказывали и материальную помощь при сложных жизненных ситуаций все это наверное комплексе дало свои плоды и соответственно было очень сложно конечно и тяжело пройти определенный переломный момент но мы это выдержали и на сегодняшний день можно говорить о адекватном подходе персонала понимающим они понимают что мы от них требуем и зачем и результатами кромеологического контроля об этом сами за себя говорят вот на мы постоянно контролируем работают этого отделения и прослеживаем проводим как плановые так и внеплановые исследования и вот за этот период положительных микробиологических находок мы не выявили а что касается число пациентов разрез пока мы брали девятнадцатый двадцатый год мы заметили ну такое явное снижение при одинаковом количестве вмешательств возбудителей инфекции связанных с оказанием медицинской помощи касающейся от работы но всего персонала в отношении мы проводили исследование дыхательных путей мочевыводящих пусть ей хирургических ран и кровяного русла хочется сказать что для проведения реформа ну наверное потребовалось много сил и времени но тем не менее повышение качества медицинских услуг явно на лицо и вот наверное своими реорганизационными шагами мы смогли вывести работу всего учреждения совершенно на другой уровень и этот уровень усилил эффективность проводимых нами санитарно-эпидемиологических мероприятий благодарю за внимание спасибо большое как всегда блестящий доклад просто великолепный слушаю вас и и тихо завидую и все таки вопросы у меня есть на одном из слайдов и там показали что были недовольные вашим принципом реорганизации скажите вот из этих недовольных реально кто-нибудь уволился а я могу сказать что за весь этот период вот после того как прошла реформа у нас поменялось порядка двенадцать пяти процентов сотрудников они уходили у нас ну так скажем не одномоментно всем кто-то поработал но которые были категорически против да это было всего 11 человек они ушли практически сразу после нового года не дожидаясь никаких реформ где-то порядка десяти человек после проведения реформы уволились вот сразу после 2 марта то есть они поработали практически две недели написали заявление на увольнение потому что их не устраивала интенсивность но это обоснованно было этим далее категории людей которые и смогли бы в общем-то работать но им было физически тяжело в силу возраста потому что возрастные уборщики санитары там уже на ходящиеся на пенсии конечно им эти объемы исходя из квадратуры поселить было достаточно сложно но у нас вот пандемия может быть кого-то убивает нас она выручила потому что на тот момент стали интенсивно закрываться если вы помните весна двадцатого года рестораны гостиничные комплексы и отток персонала он весь пошел к нам центр да нам пришлось много с ними поработать их пришлось обучать всему с нуля но тем не менее тот персонал который закрепился они до сих пор работают вместе с нами устраивают и объемы интенсивность и оформление по трудовой книжке белые зарплаты это немаловажно и своевременные выплаты и выплаты достаточно на хороший уровень то есть средняя заработная оплата по отделу сервиса дезинфекции на сегодняшний день это 36 37 тысяч составляет хорошая зарплата это не 20 тысяч не 25 поэтому конечно заработная плата зависит от от времени от интенсивности а тем понятно что уборщик санитар находящийся в поликлинике он не будет получать больше чем люди заняты на работе в палатах причем медицинские дезинфектора но тут тоже у нас есть свои градации в лентинске спасибо большое огромное спасибо было очень интересно я вижу что к нам присоединилась ишкина инзеля фаритовна это центр имени алмазова с докладом инзеля фаритовна выходите в эфир предлагаем вам представить презентацию рады вас видеть и слышать спасибо доброе утро доброе утро глубоко уважаемым президиум слышно меня слышно да доброе утро разрешите представить вашему вниманию доклад практика образовательной деятельности медицинских сестер как инструмент повышения качества сестринского ухода пациентам с хронической сердечной недостаточностью который является неотъемлемой частью общей темы современные аспекты деятельности сестринского персонала профилактики и лечение сердечно-сосудистых заболеваний тема очень большая и интересная поэтому хочу остановиться на практике образовательной деятельности медицинских сестер федеральном государственном бюджетном учреждении национальный медицинский исследовательский центр имени алмазова министерства здравоохранения города санкт-петербург национальный медицинский центр имени владимира андреевича алмазова является одним из самых крупных федеральных высокотехнологичных центров не только россии но и мира уникальность центра состоит в гармоничном сочетании фундаментальных и прикладных исследований в различных областях с оказанием многопрофильной специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению и непрерывной междисциплинатной подготовкой научных и медицинских кадров создание новых технологий профилактики лечения заболеваний подготовки кадров научных врачебных среднего медицинского персонала организацию проведения научно-практических занятий структуру центра входит пять корпусов клиники а общий коечный фонд составляет 1528 коек работают шесть научно-исследовательских институтов сердца и сосудов молекулярной биологии и генетики перинатологии педиатрии эндокринологии гематологии экспериментальной медицины а также институт медицинского образования с 14 кафедрами кардиологическое отделение номер восемь является структурным подразделением главного клинического комплекса коечная мощность отделения составляет 40 коек отделение является базой научной и образовательной деятельности центра задачи отделения входит проведение диагностических лечебных и реабилитационных мероприятий пациентам всех кардиологических профилей однако профильной патологии отделения являются пациенты с терминальной стадией хронической сердечной недостаточности а также пациенты до и после трансплантации сердца на отделение оказывается специализированная в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в работе используются современные стандарты и протоколы лечения принцип работы отделения основаны на новейших технологиях обследования и лечения и использования современной медикаментозной терапии для оказания пациента высокой качественной медицинской помощи отделение оснащено современной медицинской техникой, такими как дефибрилляторами резондер-бифазным с функциями синхронизации, мониторинга наружной МКС, системой анализа ЭКГ МАК-1600, прикроватными мониторами, такими как Филипс, Миндрей, с выводом центральной станции на пост медицинской сестры, насосы, инфузионные шприцевые, инфузоматы, спейсы, перхозоры, спейсы, аппараты для дезинфекции, такие как Накаспрей, аппарат на программы комплекс на базе МПУ Куасеры, палаты оснащены консоль системы настенной для газоснабжения, также в палатах имеется прямая связь с постом медицинской сестры. Образовательный процесс, конечно, в клинике направлен первично на пациента. Программа обучения медицинского персонала включает как теоретические, так и практические занятия, такие как лекции, научно-практические, национальные и зарубежные конференции и конгрессы. Например, в этом году медицинские сестры прошли дистанционное обучение в Европейском конгрессе для среднего медицинского персонала по лечению пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. На отделении проводятся практические занятия. На фото представлено обучение медицинских сестер в программе непрерывного медицинского образования. Также ежегодно проходит обучение на курсах повышения квалификации сестринского дела в кардиологии. Теоретические основы преподаются с использованием новейших дистанционных систем, таких как Кискомитинг, Битрикс. Вот на первой фотографии мы видим проводимую дистанционную лекцию по теме синдром легочного сердца. А на второй фотографии мы видим проводимое очное обучение с использованием дефибриллятора резондера бифазного. В качестве материалов для обучения используют нормативно-правовые документы. Используются такие, как федеральные законы, приказы и постановления Министерства здравоохранения Российской Федерации, постановления и приказы об утверждении санитарных правил и санитарных требований, порядки и стандарты оказания медицинской помощи, приказы распоряжения центра, стандартные операционные процедуры, СОПы и другие нормативные документы. На данном слайде представлены примеры некоторых используемых нормативных документов, таких как обновленные САНПИНы, приказ номер 83, приказ номер 378. В работе и обучении медицинского персонала также используются стандартные операционные процедуры, так называемые СОПы, разработанные в Центре и регламентирующие порядок и алгоритмы различных сфер деятельности, например, уборка помещения, хранение контроль за сроками годности препаратов, учет, транспортировка и порядок уничтожения лекарственных средств. Также СОПы описывают алгоритмы выполнения различных видов перевязок, профилактики падения и пролежни, обработки центральных катетеров, использование СИЗов и алгоритмы изоляции пациентов с признаками инфекционных заболеваний. На данном слайде представлен пример СОПа, разработанного в нашем учреждении, то есть несколько СОПов. Для удобства работы палатных медицинских сестер разработаны памятки. На экране представлены некоторые из них. Это памятки для пациентов, памятка профилактики пролежни, памятка оценка уровня боли, базовая сердечно-легочная реанимация, ну и, конечно, гигиеническая обработка рук. На отделении проводятся тематические лекции, касающиеся различных заболеваний. Например, в данном году были освещены следующие темы. Профилактика внутрибольничных инфекций, неотложная помощь при кровотечениях, сердечно-легочная реанимация, легочное сердце, аритмии, острый коронарный синдром и другие патологии. Практическое обучение заключается в тренингах по совершенствованию навыков сердечно-легочной реанимации, работе с техническими устройствами, как дефибрилляторы и аппараты ЭКГ. Практическое обучение также включает в себя совершенствование навыков в работе с высокотехнологичным оборудованием, такими как прикроватные мониторы, филипсы и мендреи. На данном слайде продемонстрировано обучение молодых сотрудников навыкам работы со шприцевыми энтузоматами SPACE, поскольку профиль отделения подразумевает ежедневную работу с пациентами, получающими инотропную и пролонгированную мочегонную терапию. Работа отделения также требует постоянного усовершенствования теоретических и практических знаний по обработке периферических и центральных катетеров. В 2021 году в использовании внедрены новые центральные катетеры с периферическим доступом ПИКС, преимуществом которых является большая деятельность использования от 6 до 12 месяцев. Получены теоретические аспекты использования данных катетеров и отработаны навыки ухода за ними. Также ежегодно на отделении проводятся теоретические и практические занятия по уходу за тяжелыми пациентами, обучение профилактике падений, пролежни. Теоретические и практические обучения на отделении также направлены на повышение навыка ведения медицинской документации в МИСКУМС. МИСКУМС медицинскими сестрами осуществляется введение таких боткинского листа, оценка риска падения и пролежни, противопролежни в мероприятии, внесение данных по уходу за центральными и периферическими катетерами, уход за мочевым катетером, а также введение листа наблюдений, который направлен на передачу сведений о каждом пациенте. То есть они все это уже просто вводят в программе КУМС. И следующие медсестра, приходя на смену, просто открывают и уже знают все сведения и о пациентах, и может посмотреть, у кого пролежни. В общем, очень удобно. Также на отделении разработаны собственные алгоритмы, регламентирующие действия медсестры в той или иной ситуации. Например, на данном слайде представлен алгоритм действий медсестры при вызове к пациенту, находящемуся в сознании. Порядок действий регламентирует необходимость выяснить жалобы, уточнить наличие или отсутствие специфических для кардиологического пациента жалоб, таких как боли или любой дискомфорт в грудной клетке, одышка, удушье, перебой в работе сердца или головокружения. Регламентируется порядок обращения к дежурному врачу. Характер действия медсестры до прихода дежурного врача, съемка ЭКГ, измерение артериального давления, подготовка нитропрепаратов и подготовка к забору крови. На данном слайде также представлен алгоритм действия медсестры при вызове в палату пациента, находящийся без сознания. Позвольте подробно не останавливаться на каждом пункте, однако следует отметить, что прописывание каждого шага медсестры, действия медсестры по установлению факта остановки кровообращения в телефонах для вызова реанимации и средств оповещения другого персонала, первоначальным действиям медсестры в такой ситуации, а также перечне предметов и их местоположение для быстрого сбора и доставки позволяет эффективно взаимодействовать с врачебным составом и осуществить помощь даже в критической ситуации. Таким образом, тесное взаимодействие среднего медицинского персонала с врачебным и младшим персоналом, а также четко регламентированное и налаженное взаимодействие с другими подразделениями центра позволяют эффективно обучаться и использовать полученные навыки и знания при оказании медицинской помощи даже самым тяжелым пациентам. Благодарю за внимание. Инзеля Павлитовна, спасибо большое. Очень полный, обширный доклад, раскрывающий все аспекты деятельности вашего отделения. У меня только один вопрос. Скажите, текучесть кадра перед вами? Вы знаете, текучесть у нас только в том случае, мы берем студентов медицинских сестер. И после того, как они поступят в ординатуру или по окончании, естественно, у меня в этом году четыре сразу уволили с ординатора. Пришлось брать новых. А так у нас нет участия. Но студенты берем, к сожалению, студенты приходят чаще, чем после колледжа у нас. Не знаю, как у вас. Ну, тоже по-разному. Спасибо вам большое. А коллеги, позвольте. Светлана Владимировна, меня слышно? Светлана Владимировна, вас слышно. Передаю. Благодарю. Всех приветствую. У меня там немножко были проблемы со звуком. Теперь все хорошо, я с вами. Здравствуйте. Низеля Фаритовна, рада вас видеть во первых и приветствовать вас. Подскажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У вас обучение персонала проводится каким-то подразделением, например, учебной медицинской комбинацией? Нет, вы знаете, мы в этом году вот на своем отделении... На своем отделении, Гирим, у нас каждый месяц в системе ведет. Проводим с нами. А можно сделать так, чтобы хорошо было? Вот во весь экран. На своем отделении у нас в ежемесячном системе Битрикс мы проводим занятия. Понятно. То есть каждое отделение проводят со своими сотрудниками. То есть у нас нет какой-то организованной такой структуры, которая включала его в персонал. Нет, все, спасибо. Светлана Владимировна, мы рады, что вы подключились к эфиру. Позвольте передать слово Валентине Александровне для представления следующего докладчика. Валентин Александровна, принимайте микрофон. Я хочу с удовольствием. Я хочу с удовольствием надежды Владимировна, город Перм. И мы с удовольствием послушаем сообщение по поводу... Здоровых не будешь с ними сейчас? Здоровых я с ними не будешь? ...приформирование приверженности лечения у пациентов после вмешательства ишемической болезни сердца. Надежда Владимировна, слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Решите представить свое небольшое сообщение по формированию приверженности к лечению пациентов. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Они ответственны ежегодно за 17,5 миллионов смертей, что составляет более 31% всех смертей населения планеты. В Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности населения на протяжении уже многих лет. Эксперты прогнозируют дальнейший рост социально-экономического времени сердечно-сосудистых заболеваний вследствие и продолжающихся оборудованиях и увеличения продолжительности жизни и старения населения. В связи с тем, что сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания являются не только медицинским, но и серьезные социальные проблемы, они стали предметом обсуждения и принятия политических обязательств на международных площадках высокого уровня государственными членами Всемирной организации управления и Организации объединенных населений. Декларация, принятая в совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, призвала страны объединить усилия всех слоев общества, секторах экономики и ускорить внедрение эффективных мер для профилактики и борьбы с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями. И внедрение намеченных мер должно привести к снижению среждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний тесно связано с образом жизни людей. И такими факторами риска, как курение, нездоровое питание, недостаточное физическое активность, избыточное потребление алкоголя, избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертензия, психо-социальные факторы. Большинство смерти и сердечно-сосудистых заболеваний приведут в активность за счет устранения или коррекции перечисленных факторов риска, что является первичной профилактикой. Не менее важна истоничная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Это комплекс мер по предупреждению о свознении и смертении случаев сердечно-сосудистых заболеваний, исключающих наиболее полную коррекцию факторов риска и лечения пациентов, уже имеющих данные заболевания. Профилактические мероприятия у данной категории лиц должны проводиться наиболее агрессивно. Основными механизмами осуществления вторичной профилактики являются диспансерное наблюдение за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также специализированные в том числе и высокотехнологичные медицинские помощи, проведение медицинской реабилитации и санатурно-проводного лечения. Важнейшая роль в осуществлении этих задач принадлежит среднему медицинскому персоналу. Для формирования у пациента приверженности к лечению и контролю эдухострения в медицинской реабилитации. В современной науке медицинской и психологической практике для обозначения комплоительности применяются такие термины, как приверженность, управление болезнью, соответствие, настойчивость. В переводе с английского языка, что означает согласие, приспособление, приверженность, то есть разделение взглядов и стремление соответствия. Термин комплиент выкручивается в медицинской литературе, но имеет несколько значений. Самое распространенное определение комплиентов принимается как согласие на лечение, сотрудничество с врачом и выполнение всех требуемых терапий. Другое значение термина комплиент означает точное и особенное выполнение рекомендаций врача и широко применяется практическими врачами как за рубежом, так и в России и в основном при обсуждении лекарственной терапии. Весьма широко используются такие термины, как приверженность к терапии, которые означают соблюдение указаний врача. Приверженность к терапии определяется и как характеристика поведения подсоединения. В связи с лечением, например, приют препаратов, соблюдение диеты, изменение образа жизни, посещение вовремя клиники и ее соответствия рекомендаций врачам. В структуре смертности Бернского края лидируют болезни системы кровообращения, и половина из них составляют это люди в табуиспособном возрасте. В федеральном центре сердечно-особестных хирургий имени Сергея Германовича Супанова оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Хирургическое лечение ишничества на медленной сердце, хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности, лечение нарушений видного сердца, также лечение врожденных и приобретенных пороков сердца. Значительный уровень достижения продления и качества жизни пациентов после операции на открытом сердце принадлежит среднему медицинскому персоналу. С момента открытия центра по настоящее время регулярно проходят занятия с медицинскими сокровами. Занятия проводят врачи отзывания. На занятиях рассматриваются такие вопросы, как ведение пациента, алгоритм и последовательность действий муниципал, действие и пути ведения лекарственных препаратов, формирование приверженности к лечению пациента, анатомические особенности после операции коронарного шинфирования, протезирование клапана в сердце, также ведение пациента в неотложных состояниях. В этих ситуациях муниципалитет возлагается большая ответственность, так как они находятся постоянно рядом с пациентами и должны знать определенные особенности состояния пациента, суметь правильно среагировать и отдать соответствующую помощь в рамках своей компетенции. На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что средний персонал нашего отделения имеет определенный багаж теоретических знаний, хорошо применяется на практике. Совершенствование анестезиологического пособия и искусственного прообращения, накопление опыта хирургическим персоналом сделали оперативное лечение обладает хирургии эффективным, безопасным, позволяющим в течение длительного времени обеспечивать нормальную работу сердца. Операция коронарного шинтирования устраняет симптомы шинферской болезни, но не основную причину заболевания. Прогрессирование атеросклероза приводит к возобновлению симптомов болезни, и как бы радикально не были настроены хирурги, они не расстояние приостановить прогрессирование атеросклероза коронарных аптерей. Это в определенной степени под силу самим пациентам при выполнении соответствующих рекомендаций данных специалистами. Чрезвычайно важно уже в предоперационном периоде проведение различных беседок причин заболевания и важности воздействия на факторы риска, ведущие прогрессирование атеросклероза процесса и возобновления клинических проявлений и шимической болезни сердца. После операции реэкспуляризация миокарда большое значение имеет правильное ведение после перспективного периода. Пациенты, перевезшие в операцию коронарного шинтирования, относятся к группе высокого риска, особенно в течение первого года, когда велика вероятность ромбоза шинта. Профилактика послеоперационных осложнений, рецидивов и прогрессирования заболеваний включает в себя коррекцию факторов риска и изменения образа жизни. Артериальная гипертензия – это фактор риска сердечно-сосудистых осложнений, способствующих прогрессированных заболеваний послеоперации. Необходимо добиваться постепенного снижения артериального давления до цивилизов уровня ниже 140 на 90 мм с крупного столба, а у пациентов с сахарным диабетом ниже 130 на 80 мм с крупного столба. При этом с помощью комбинированной терапии включающей препараты пролонгированного действия с различными механизмами. Антиагрибантная терапия занимает первое место в среднем профилактике сердечно-сосудистых осложнений. внутрисосудистый тромбоз один из основных механизмов осложнений ЭБС. Поэтому назначение средств являющих на процесс демонстрации является важным компонентом профилактики послеоперационных осложнений после операции коронаврного швитирования. Рекомендуется пожизненное применение антиагрибантных препаратов. Необходима коррекция висепидемии после операции коронаврного швитирования. Терапия висепидемии включает в себя не медикаментозные мероприятия и назначение гиполепидемических препаратов. Пожизненная гиполепидемическая терапия покажена всем пациентам. В связи с этим средний медицинский персонал ложится ответственно по контролю артериального давления, сердечного ритма, соблюдение диеты, ограничение жидкости, подсчет водного баланса, контроль газового и электролитного состава крови, ранней физической активизации пациентов, а также выполнение назначений и рекомендаций врачах в послеоперекционном периоде. Измерение артериального давления, пульса и температуры тела, изменение звука отсутствия. Постоянный контроль педагогового режима пациентов и беседы о соблюдении лечебно-охранительного режима в раннем послеоперекционном периоде, также отказ от вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни проводят сосредним медицинским персоналом ежедневно. Прием лекарственных средств строго под контролем медицинской сестры. Измерение центрального венозного давления для определения объема циркулирующих крови в цель корректировки гипер- или гипербольдюния. Медицинская сестра также должна следить за сердечным ритмом пациента после операционного периода. диагностики при жалобах на перебои в работе сердца немедленно снять электрик диаграмму доложить врачу выполнить соответствующие назначения врача. Особое значение имеет лабораторная диагностика. Так как пациенты после операции на открытом сердце принимают антикоагулянты и антиагреганты под контролем показателей крови, важное значение имеет приэнергетический этап клинической диагностики. Медсестра осуществляет забор и транспортировка анализов крови в соответствии пикнице взятия крови с помощью вакуумных систем и правил транспортировки биологических материалов в лабораторию. После получения результатов лабораторных исследований медсестра докладывает врачу в первую очередь об отклонении показателей от нормы в отрицательную сторону, дабы начать своевременную коррекцию в лечении пациента. Медицинские сёстры в своем роде являются посредниками между врачами и пациентами. Медсестра должна знать особенности состояния пациента в послеоперационном периоде, вовремя оценить причинения пациентами и пациентами Продолжение врачей выполнить соответствующую операцию. В связи с этим медицинские и сёстры должны суметь определить потенциальную проблему пациента на данный момент, знать особенности работы жизненно важных органов после операции, знать назначение действия лекарственных средств. Приверженность в отношении лекарственной терапии определяется как прием по крайней мере 80% препарата от дозы. Факторы, влияющие на приверженность могут быть связаны с пациентом. Это непонимаемые необходимости лечения, забывчивость, осознанное желание лечиться, страх над постоянным приемом большого количества лекарств, побочные эффекты от лечения. Вместе приверженности ассоциируются и нездоровый образ жизни, индивидуальные социальные и культурные факторы. Важным психологическим фактором, влияющим на приверженность лечения, является готовность к изменению в поведении. И пациента при этом необходимо поддерживать. Самым активным помощником как врача как и пациента в вопросе по умираме приверженности к лечению может быть средний медицинский пациентам. Немаловажным является способность медсестры настроек пациента, помочь пациенту приспособиться к новому состоянию и помочь ему изменить образ жизни, следуя рекомендациям по лечению. Медицинские исследования находятся всегда рядом с пациентом и имеют определенную компетенцию по течению послепоцированного периода, а именно уровень других динамических показателей, уровень лабораторных исследований при действии основных ангиотропных лекарственных препаратов, применяемых после оперативного лечения ишемической болезни сердца. Ромить сестры формирование приезжей институцией к лечению может заключаться в следующем. Оценить понимание и принятие заболевания пациента, его ожидания длительного наблюдения и лечения, обсудить имеющиеся стомнения и прояснить непонятные вопросы, информировать пациента об основных показателях, характеризующих течение заболевания, согласовать с пациентом целевые уровни этих показателей, например, уровень артериального удовольствия, информировать пациента о рекомендованных изменениях в образе жизни, терапии и обеспечивать его письменной информацией назначения, выявлять проблемы, которые беспокоят пациента, предоставлять ему возможность выработать стратегию поведения для выполнения рекомендаций, подчеркивать необходимо длительного лечения несмотря на достижения целевых уровней показателей заболевания. Время с врачом доступной для пациента форме вовлекать пациента в принятие решений, определять вместе с пациентом реальные краткосрочные цели в отношении изменения образа жизни и лечения, включать терапию в образ жизни пациента, обсуждать пациентам возможные побочные эффекты препаратов, поощрять самоконтроль, использовать методические печатные пособия. Взаимоотношения медицинской сестры и пациента, основанные на доверии, уважении и понимании, способствуют повышению приверженности, удовлетворенности пациента и улучшению состояния здоровья. пациент рассматривается как полноправный член команды. Всесторонняя подготовка среднего медицинского персонала улучшает качество лечебного процесса, позволяет эффективно сменить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Спасибо за внимание. Надежда Владимировна, спасибо большое за доклад. У вас, как всегда, все на высоте в Перми. Очень хочется вам еще раз приехать, оценить ваш труд, поделиться опытом и опыт перенять. Поэтому спасибо большое за информацию. У меня такой вопрос как нагрузка у вас на одну палатную сестру в отделении. Какое количество пациентов она оперирует в своей работе? Одна постовая, две постовых на сутки на сутки. Как у вас? У нас два сельсинских поста. У нас четыре сельсинских поста. Из них два поста это палата с именами восток наблюдения, так скажем, интенсивная терапия. сельсинских приходится по четыре пациента. И два сельсинских обученных поста по 22 человек на сутки. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Ольга Парикарковна. Да, Дмитрий Александрович, спасибо большое, что предоставили слово. Надежда Владимировна, спасибо большое. Доклад очень понравился. Можно мне вопрос строго вредваренность пациентов. Вы анкетируете? Пациентов анкетируем. У нас есть анкеты, обработанные организационным термическим отделом, который проходит тракт в квартал. Опрашиваются как раз пациенты, которые находятся в кадре сирологических отделениях. И также у нас есть випоседческом отделу, есть экспертный комитет, у нас разработаны анкеты, где мы опрашиваем пациентов об удовлетворенной работе сиренского персонала. Анкетирование проводится также раз в квартал. А результаты анкетирования до персонала доводятся? Доводятся на сиренских конференциях, которые проходят ежемесячно. Сиренские конференции для вследования персонала в центре. Что пишут пациенты? Благодарят? В основном благодарят. Ну, есть, конечно, есть. Как говорили, есть ложки белки не бывают. Это еще один момент, чтобы нам совершить свою работу и улучшать. И поэтому мы это принимаем сведения и обязательно справляем. Спасибо большое, Надежда Владимировна. Успехов вам в работе. Спасибо. Светлана Владимировна, мы уходим на перерыв? Да, мы уходим на перерыв и встречаемся с вами в этом же зале в 13-20 Москвы. в 13-20 Москвы. Коллеги, уходим на перерыв, встречаемся в 13-20 Москвы. У нас еще ряд интересных докладов. У нас будут представлены доклады в центре Алмазово, насколько я помню. Самара представляет свои доклады. Я думаю, что мы поработав интенсивно первую часть нашей конференции, точно так же интенсивно поработаем и вторую. До встречи. Благодарю всех участников. Ждем в 13-20 Москвы, подчеркиваю. Благодарю.